так всем привет значит чаще всего новички задаются вопросом про сбор снастей про то как влияет прочность снасти про то как влияет тест нагрузки мощность фрикциона на размеры бы вот эти все вопросы я так или иначе затрагивал своих гайда но сейчас я сделаю отдельное видео по этой тематике потому что встречаю его эти вопросы с очень часто и периодичность значит смотрите при выборе снасти на высоких уровнях конечно вы уже можете там себе позволить выбирать из супер большого множества катушек удилищ но грубо говоря на вот таких вот средних уровнях да то даже не средне это даже ниже средний уровень на этом аккаунте значит вас особо такого выбора большого нет значит что я делаю какие использую хитрости у меня вот например есть катушки 10 килограммов на 1 на 5 с половиной ну грубо говоря вот есть удилище пустую и если я заезжаю например делать квеста на водоем я оцениваю видеры и так или иначе понимаю что мне нужно грубо говоря будет все виды снастей значит в идеале нам нужно значит иметь подставки для удилищ грубо говоря хотя бы какую-никакую подставочку но в идеале конечно же вот вот эту подставку на двадцатом уровне купить я показывал что при прохождении миссии нам хватит байткоином на ее покупку и ее хватит в принципе аж я бы на 45 поменял бы или даже до 50 тут в принципе разница только в том что будет сигнализатор поклевки сигнализатор поклевки критически важен только на карповое удилище в принципе если если начинать охотиться за король за карпами то принципе вот такая поставка будет удобнее вот что касается сбора снастей значит у нас есть типа удилищ спиннинги это для ловли хищной рыбы малой хищной рыбы типа басов крапи есть телескоп и ну телескоп это вообще отдельная тема это чисто под мелкую рыбу сделано можно конечно ловить самого или карпов под берегом но особо честно я в таком удилище не вижу профита лучше все-таки братья то есть иметь лучше всего снаряжение у нас кроме подставок есть еще чехлы для удочек из-за того что у нас в подставке три удочки нам нужно 4 удилища иметь значит нам нужно в итоге чехлы для удочек хотя бы на 4 слота чтобы 3 вы можете поставить на подставку а 4 держит рука значит типа удилище вот спиннинги это на большую хищную рыбу на малую хищную рыбу в принципе на сама можно использовать телескоп и я в принципе не советую быстро очень себя изживают лучше иметь мочевое удилище мочевое удилище можно сбалансировать под забросы как близкие метров там на 7 на 10 так и на сверхдальние грубо говоря мочевое удилище можно метнуть на даже 100 метров для того чтобы метать очень далеко на шумачевое удилище нам нужно приобрести по моему это поплавки и это вот вот эти штуки это слайдеры и ваглеры значит у нас слайдеры предназначены для того чтобы ловить и больше к большим глубинам ваглеры предназначены для того чтобы ломить с маленьких глубин но в принципе в принципе можно использовать как одни так и другие принципе разницы особой нет вы сможете сделать как на ваглере глубину где-то 5 метров плюс длина поводка также и на слайдере то есть грубо говоря вот слайдер сверхтяжелый берете ставите на матчевое удилище где-то хотя бы четырехметровое ну там 3 и 9 и вы можете метать на 100 метров вашу оснастку то есть грубо говоря от 3 метров прям под берегом до 100 метров то есть любую точку кастинговое удилище кастинговое удилище это аналог по сути спиннинга но они предназначены для ловли как бы с лодки в идеале ими ловить но также если недалекие забросы если узкие реки типа мад вотера типа нерен вот такого плана водоем это в принципе будет как бы нормально это удилище она имеет ряд минусов минусы в чем что они стоят дороже чем спиннинги и стоят точнее стоят дороже и метают как бы заброс немножко ближе из за того что они короткие грубо говоря у них дальность по моему не до трех метров не не больше но здесь типа показаны ничего максимально это трех метров как бы есть еще большой минус простая катушка без инеррационная катушка это все виды катушек кроме мультипликатор но к этим удилищем к кастинговым подходят только мультипликаторные катушки поэтому эту катушку вы не сможете перекинуть потом не на какое другое удилище стоят эти катушки как бы немало денег поэтому если вы собираете такую снасть это уже подразумевают что скорее всего вы будете с лодочки где-нибудь ловить типа на вайт мусе на сент-круа на сент-хакине вот где-то так вот так же есть фидерные и донные по сути это одного поля ягоды вы можете как на фидер поставить получается обычная грузила также и на донку поставить получаются фидерную кормушку разве цели различаются они тем что вот видите рабочая нагрузка у них и тест различаются очень хороший это вот этот ботом снайпер который доступен 36 принципе и 38 он еще лучше вот как боксеры мне не очень понравились за того что у них видите длина маленькая и дальность заброса страдает тоже удобно ловить ими с лодки либо там где нет дальних забросов то есть на вот этот ботом снайпер неплохо можно ловить карпов на том же зандербанге вот что касается что у нас есть ну конечно есть еще карповое удилище карповое удилище это чисто под карповую ловлю для того чтобы снаряжать вот бойлы пилец это отдельная стихия как бы сейчас зацикливаться не стоит есть сейчас подовое удилище это удилища которые имеют дальность заброса они очень тяжелые они предназначены для того чтобы забрасывать прикормку из грубо говоря и специальные катушки сподовые чем они отличаются это тем что у них сверх высокая скорость подмотки в принципе вы можете приобрести сподовую катушку использовать ее для закорма на споде а потом ставить на другое удилище это как бы не минус и вы плавно подошли как раз тому моменту чем же в принципе отличаются вот эти вот катушки и можно ли ставить какую надо там значит можно ставить любые катушки на любые типы удилищ но для удобства на спиннинге ставится скорость подмотки желательно до 075 вот вот это вот все эти вот три типа принципе вам подойдут для спиннинга то есть все что выше вы можете подстроиться очень медленно нажимать мышку подмотки как бы с этим можно жить в рыбу вы будете ловить но все-таки лучше ставить вот такой вот катушки с вот такой скоростью подмотки на спиннинг чтобы как можно плавнее при низкой активности рыбы мочь протягивать вашу приманку значит остальные виды катушек в принципе отличаются тем что скорость подмотки у них увеличивается но еще очень важно обращать внимание на емкость то есть чем она больше тем лучше зачем нужно получается емкость шпули большая для того чтобы нормально мочь вывести рыбу значит как же все таки влияет например вот у нас есть рабочая нагрузка удилища 5 килограмм мощность фрикциона пять с половиной и например леска здесь имеет 6 килограмм на поводок и пять с половиной то есть грубо говоря у нас самое слабое в этой цепи это звено нашего удилища грубо говоря нам что нам нужно стараться подбирать снасти чтобы они идеально сочетались это сделать можно вот например у меня есть здесь удилище на 5 с половиной килограмм вот у меня катушка на пять с половиной килограмм и вот у меня леска на пять с половиной килограмм еще например даже поводок есть на пять с половиной килограмм и здесь я могу в принципе затянуть фрикцион на максимум и не бояться что у меня будет трещать удилище либо рваться леска либо ломаться катушка то есть грубо говоря даже если рыба будет очень сильно дергаться в принципе затянутый фрикцион никакого урона моим снастям не нанесет но если же мы получается поставим катушку больше теста удилище поставим еще и леску больше но поставим поводок который в принципе должен как бы подходить к этим снастям то у нас начинаются очень странные эффекты я не знаю это баг игры или в чем в чем есть какой-то тайный смысл мы можем рассчитать например давайте я покажу например он старше бы это было наглядно мы можем рассчитать разницу наших снастей значит как рассчитывается эта разница у нас в правом нижнем углу есть получается скорость подмотки вот она регулируется колесико мышки и есть мощность фрикциона вот вот эти вот данные катушки есть 8 режимов вот сейчас я сбросил и отпустил полностью фрикцион вот начинаю заполнять из грубо говоря 8 делений это пять с половиной килограмм значит каждое деление получается примерно чуть менее 700 грамм и по математическим подсчетам как бы у меня сейчас удилище на 5 килограмм леска на 6 а поводок на пять с половиной и по логике мне вот этих разницы 700 грамм должно хватить но возможно это бага возможно это фича я не знаю чтобы люди не ставили леску мощнее чем удилище и катушка но при таком положении если рыба попадется сильная и будет хорошо брыкаться то у вас будет трещать удилище я например вот вот эти проценты прочности я потерял потому что у меня фрикцион находился вот в таком положении вот если отпускать на 2 и в принципе разница получится 5 килограмм удилище и 6 килограмм леска я сбрасываю вот этот килограмм нивелиру у меня удилище не трещит то есть вот так легитим легитно все работает но по факту у меня-то поводок стоит на 5 с половиной и как бы здесь вот такой недочет и нам нужно иметь ввиду поэтому когда вы ставите разбалансированные нагрузки то есть у вас что-то мощнее что-то не мощнее вам лучше сбросить фрикцион например там до половины ну то есть посчитать разницу да какая либо же вообще минимально поставить и уже при вываживании рыбы вы понимаете что рыба большая вы начинаете подтягивать фрикцион и смотреть доходит ли у вас до верха ваша нагрузка или нет то есть как это понять у вас вот выше где фрикцион и отображается ваша леска ваша удилища и ваша катушка сверху мы имеем по 27 вот этих вот черточек значит грубо говоря у меня здесь 8 до режима моего фрикциона и каждая каждая затяжка будет повышать нагрузку вот в этой шкале из 27 полос на три с половиной то есть грубо говоря если я вижу что например на 3 остается до верха 3 я затянул у меня начнет ломаться снасть но если 4 до верха не хватает я в принципе могу добавить вот таким вот образом можно рассчитать свои снасти значит что еще что касается вида в лесах то есть в идеале нужно всегда стараться если же нет не попадается вот такой вот идеальный вариант как был со спиннингом что у нас на пять с половиной килограмм и леска на пять с половиной килограмм и удилище и катушечка то конечно лучше поставить на пять с половиной уже всю снасть и как бы не напрягаться и кайфово но такое будет случаться но это раз наверное из 100 случаев такое происходит поэтому нужно всегда стараться покупать леску которая будет больше наматываться на катушку поэтому ну по крайней мере до там каких-то сверх высоких уровней все-таки вы будете играть в основном со шнура значит шнур он принципе дорогой но у него есть большой бонус в том что его будет много на штуле значит зачем нужно много лески много лески нужно для того чтобы вываживать большую рыбу большую не в плане того что вот у вас есть удилище на 5 килограмм и вы можете вы вываживать максимальный размер рыбы тоже на 5 килограмм нет все зависит от как бы типа рыбы у каждой рыбы есть свой своя удельная сила свой так называемый характер и вот например самые слабые рыбы которые они вроде как бы сильные но сопротивляются и рывки у них слабые это сомы после сома ну я бы наверное выделил что-то типа из осетров в принципе белуга тоже хорошо сопротивляется значит потом ну мелкую рыбу я в расчет не беру всяких солнечников крапи это все ерунда они сопротивляются там очень слабо вот значит потом идут карповые рыбы те же созданные карпы они сопротивляются вот в принципе неплохо то есть грубо говоря сома на вот эту 5 килограммовую удочку вы можете вытянуть килограмм на 20 это как бы не пустой звук я ставлю фрагмент где вываживаю на мощность местей 2 и 7 килограмм а сома на 9 с половиной сумме оживца у нас он есть он даже так начинает подсдавать Борьба получилась долгая, но все-таки я победил, и вы победите, поэтому не сомневайтесь в своих следах. Видите, 9,5 килограмм сон, а снасть у меня на чуть меньше 3 килограмм. Карпа вы уже будете вываживать где-то размером максимального, ну может в 2,5-3 раза еще, вот примерно так. Значит, потом идут более такие сильные рыбы, это лосося, лосося, наверное, ну максимум в 2,5 раза вы сможете вываживать больше, чем в вашей снасти. Это не с лодки, это с берега. С лодки, конечно, там зависимость практически исчезает, вы рано или поздно все равно будете рыбу вытягивать, главное, чтобы она не сорвалась. Вот. И получается, самые сильные это форели. Они как бы не то, что самые сильные, у них сильнее всего рыбки. Вот. Грубо говоря, вы максимальный вес рыбы, который можете форелевой вывести, например, на ваш 5-килограммовую снасть, ну дай бог, если это будет 8 килограмм. То есть где-то чуть более полтора, где-то может максимум 2. То есть вот такая примерно зависимость, она не точная, но чтобы вы примерно понимали картину. Значит, и при моменте вот этих рывков рыба начинает уплывать. То есть, грубо говоря, она может повезти в сторону, либо противоход вам. И вот из-за этого, когда она будет делать рыбки, она будет разматывать леску. И если у вас лески будет мало на шпуле, она ее размотает. И до того, как устать, она вам просто либо начнет ломать удилище, либо катушку, либо порвет поводок, ну либо леску. Вот. Для этого нужно иметь, ну, хотя бы, я не знаю, 90 метров, это прям супер минимум. В случае, если вы забрасываете метров на 40. Если вы забрасываете метров на 100, конечно, 150 метров это прям супер минимум. Вот. Для этого используются шнуры. Другие лески, конечно, у них идея в том, что монофил более-менее гасит рывки рыбы, тех же осетровые лососеи. И флюрокарбон якобы незаметен в воде. Но фишка в том, что вы можете нивелировать, точнее, приобрести плюсы вот этих вот лесок, типа монофила и флюрокарбона, поставив поводки. Значит, на все типы удочек, кроме спиннинга, вы можете ставить все виды поводков. Но на спиннинг мы можем ставить либо флюрокарбон, либо титан. На спиннинг мы не можем поставить монофилодок, и я не знаю, почему так сделано, но так и есть. Как же влияет прочность на вашу мощность? Дело в том, что никак. Пока у вас есть хотя бы 1% мощности, точнее прочности, ваша мощность остается все на том же уровне. Она никак не проседает. То есть, прочность нужна только для того, чтобы знать износ и как бы решить. Вы хотите уехать с водоема чиниться, или вы готовы поменять, например, одну катушку на запасную аналогичную. Либо же вы готовы пожертвовать этой снастью и ловить до последнего, пока ваша снасть не сломается. Потому что, в принципе, ремонтировать с 1% прочности не особо дешевле, чем купить новую. Но это не касается тех снастей, которые куплены, например, за бейткоин. Здесь уже, конечно, выгоднее намного чинить, чем покупать. Потому что бейткоины все-таки ценные в этой жизни. Продолжение следует...